Александр Цибульский провел рабочую встречу с членами Общественной палаты Ненецкого округа. Стороны обсудили самые острые проблемы в сфере здравоохранения и образования в режиме открытого диалога. В свое выступление председатель Общественной палаты Ненецкого округа Мария Крупенькина начала с анализа обращений граждан, касающихся жилья, образования и здравоохранения. В частности, организации питания в детских садах и школах, проезд жителей округа на лечение за пределы региона и алкоголизация подростков. Последнему пункту власти региона уделяют особое внимание. Вопрос важный. Как к нему подходить? Подходить к нему только собственным примером и популяризацией здорового образа жизни. Другого вида нет. Мы строим сейчас большое количество молодежных заведений, которые будут альтернативные возможности для проведения свободного времени. Да, это, наверное, в определенной степени должно быть тем, что часть молодежи, по крайней мере, подростков, которые еще не сформировались в этой пагубной привычке, сможет их вывести в правильное русло. Тему здорового образа жизни продолжила Ирина Терещенко. Член общественной палаты считает, что нужно менять питание в дошкольных и учебных заведениях региона. Никаких полуфабрикатов в виде сосисок и колбас, а также полное исключение сахара. Я всегда говорю о том, что в пищевую промышленность, я сейчас прямо могу сказать, да химическая промышленность, никакой пищи речи даже уже не идет. Хотя бы с детских учреждений начинать, это очень важно. И уберите соки. Сок – это сахар, еще раз вам повторяю. Вот понимаете, по физиологии, до трех лет ребенок, я мамам сейчас всем молодым объясняю, не кормите детей сахаром. Никаких сахаром, никаких конфет до трех лет физиологически еще не сформирована поджелудочная железа. Вот вам панкреатит, вот вам сахарный диабет. Мы за три года получаем уже. Какой сахарный диабет? Он цветет махровым цветом. Глава региона полностью поддержал инициативу Ирины Терещенко, отметив при этом, что прививать основы здорового образа жизни нужно в семье. Должна быть мода на здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни, он, наверное, определяется из, да, не только физкультуры и спорта, но и правильного отношения к своему организму. Это, в первую очередь, правильное питание. А правильное питание должно возникать из двух составляющих. Первое – это знание о том, как это, собственно говоря, из чего состоит здоровое питание. А второе – это возможности здоровое питание получать. Еще одна актуальная тема обсуждения – доступная среда для маломобильных граждан. В частности, речь зашла о тактильной плитке, которая уложена на центральных улицах города. Как пояснил Виталий Хабаров, согласно законодательству, тактильную плитку укладывают только в тех местах, где есть препятствия или повороты. Кроме этого, в условиях Крайнего Севера тактильная плитка не информативна, в силу того, что зимой покрывается наледью. Для чего вообще тактильная плитка нужна? Тактильная плитка – это, скажем так, аналог руки для человека. У него есть специальная трость, благодаря которой он ориентируется и, собственно, понимает, какой препятствий перед ним есть. Вариант простой – перенести вместо тактильной плитки, сделать поручень. То есть, чтобы человек ориентировался рукой, а не, скажем так, не тростью. Глава региона обещал разобраться в данном вопросе и предложил общественникам чаще встречаться в таком формате.